В Запорожье сегодня погода была прекрасная, там собрались лучшие украинские яхтсмены. Как выглядит настоящая казацкая регата? Давайте узнаем. Три, два, один, сигнал. Поймать ветер одна из главных задач участников регаты, а он здесь в верхнем бьефе Днепра коварный, говорят судьи. Дело в том, что здесь из каждой ложбинки, даже из каждой тропинки может поддуть ветерочек, который может сыграть решающую роль для финиша яхты. На море ветер более ровный, он реже меняет свои направления. Да и победу на реке одержать сложнее, чем в открытом море. Гонки в море это маршрутные гонки. Здесь мы ограничены фарватером реки, ограничены какими-то препятствиями, тот же остров, те же разрушенные опоры. Экипаж маленькой яхты «Робинзон-1» самый юный на этих гонках. Но воля к победе не детская. 12-летний Кирилл под парусом ходит не первый год. Сегодня на судне он отвечает за главный грот. Это центральный парус. Главный парус он дает скорость. Дует ветер и дает скорость. Если я правильно доберу шкот, победа будет в моих руках. А вот более опытные коллеги предсказать чью-то победу перед стартом не берутся. Очень много факторов влияют на результат. И эти факторы очень сложно предсказать. Если удачный экипаж, удача всегда с ними, то и результат будет намного лучше. Парусная регата имени Виталия Сацкого уже 18-я по счету. И в этом году она стала самой массовой. На воду вышли около сотни судов. Было бы еще больше, говорят организаторы, если бы не высокие тарифы на шлюзах. Чтобы подняться или спуститься вниз под Днепру, яхтсменам приходится выкладывать по несколько тысяч гривен. Это, как правило, люди небогатые. Богатые люди редко когда занимаются парусным спортом. У них дорогие яхты, у них свой режим. То есть это деньги, которые люди могли бы потратить либо на снабжение, либо на свое пропитание, будем так говорить, либо на те же какие-то оргвопросы, связанные с проведением регаты. Эти соревнования – часть так называемой «казанской регаты», которая стартовала несколько дней назад в Днепре и 22 июля финиширует в Одессе. Сергей Бордюжа, Игорь Воробий. Подробности – телеканал «Интер». Запорожье.